С каким вкусом? Серьезно? Со вкусом жизни, сука? Идиоты. У меня есть еще одна аллергия. Она состыковывается с моей обычной аллергией. Это аллергия на голод. Я предстоящий сборник аллергии. Понимаете, если меня позовут на программу к Малышевой в телевизор, я пойду. Вы знаете, хороший старт. Так вот, аллергия на голод. Я перехожу на кухню утром. Глаза чешутся. Красные, понимаете? Жрать хочу, как собака, потому что вечером я не сожрала эту котлету. Я носу, сука, всю ночь вместе. А девочки, девочки меня сейчас понимают, потому что после шести вечера мы не кушаем, да? А после шести утра мы живем, как не всегда просто, да? И вот я сижу, жру эту котлету, глаза у меня просто красные, все вот злютит вообще нереально. И заходит батя. И знаете, самое главное объяснить ему, что это аллергия, а не обычная банка. И мне не проверяет на капчик, да? Ребята, тяжелее это сделать, когда у тебя закладывает нос, а в руках баночка нафтезина. Я вообще такими занимаюсь, я на ЗОЖ. По схему знаю. Знаете что? Сейчас, минуточку. Иногда я говорю своим друзьям, что забыл от свой баллончик. Ну да, попрекал нас. Я на максимально умирающий вид и смотрю, вот эти идиоты просто бегают вокруг меня в панике. Ну это, ну, так мы с матикой развлекаемся. А недавно на меня подписала СМРТ Керчь в Инстаграме. Знаете, поначалу я расстроилась. Понимаете, мне показалось, что я в 19 лет выгляжу так, как будто мне срочно необходимо полное обследование. Но через пару дней, когда у меня заглянуло шею, я начала искать максимально все способы, и туда попыстрее записалась. И знаете, это очень странное вообще схождение обстоятельств каких-то, да? Какой-то магический, магий-кунговый ход. Что мне показалось, там настолько плохо с пациентами. Ну скажите, кто за последний месяц вообще был на МРТ? Кто-то был? А, ну ты понял. Я просто похлопал. Надо же. Так вот, что приходится ходить с бабком, и делать привороты на МРТ. Еще, знаете, у меня есть еще одна аллергия, да, еще в кабинете. Это аллергия на работу. Поэтому, чтобы вообще не париться, я стала бьюти-мастером. Да. У нас тут таких много. Если кто не знает, ну вдруг какие есть, да, бьюти-мастера, это те, которые приходят ваши вторые половинки, да, находятся там полдня, возвращаются домой, и в принципе, в принципе, ничего не изменилось, но с вашей карточки слетело как минимум пять косарей. Как минимум, да. Ну в принципе, работа мне нравится. Ну, нормально. Главное не сделать хуже, чем было до этого. Так, эээ... Так, эээ...